Южный Кавказ Президент Алиев Скажите, пожалуйста, повышает ли это вероятность того, что мир между Баку и Ереваном будет подписан именно на российской площадке? И вот в ответ на такие действия Запада, будет ли Москва предпринимать какие-то усилия, чтобы их нейтрализовать? И если позволите второй вопрос, вот несколько недель назад МИД выразил надежду на то, что Афганистан выйдет из международной изоляции. Поводом для этого стало то, что Казахстан исключил Талибан из списка запрещенных организаций. Вот хотелось бы спросить, есть ли шансы на выход из дипломатической изоляции Афганистана? И может ли начаться аналогичный процесс относительно Йемена? Потому что, в том числе в признании хуситов, так как, как известно, они де-факто уже много лет контролируют столицу и основную территорию Йемена. Спасибо. Я уже забыл, с чего вы начали. Насчет того, что Путин сыграл роль в примирении Баку и Еревана Путин, а не Макрон. Ну, соглашение подписано тремя лидерами России, Армении, Азербайджана. Там я подписи Макрона не видел. Равно как и три других трехсторонних соглашения Российско-Армяно-Азербайджанских. Как я уже упомянул, после того, как эти соглашения стали осуществляться, были созданы механизмы и по разблокированию маршрутов, и по делимитации, и по мирному договору. Вот именно тогда европейцы и американцы стали активно внедряться в этот процесс. И даже был такой интересный момент. Ведь в документах, которые были подписаны в ноябре 2020 года и в последующих документах, территория Карабаха была характеризована как зона ответственности российского миротворческого контингента. И было понимание между лидерами трех стран, что на тему статуса еще предстоит продолжить переговоры, чтобы окончательно этот вопрос согласовать. И каково же было наше удивление, когда осенью 2022 года, где-то в Праге, по-моему, Макрон проводил конференцию европейского политического сообщества, куда не пригласили нас и украинцев, но там были армяне-азербайджанцы, и Макрон вместе с, по-моему, Мишелем предложили им встретиться. И на встрече они одобрили документ, в котором было сказано, что Азербайджан и Армения признают территориальную целостность друг друга в полном соответствии с Алматинской декларацией 1991 года. В каковой было сказано, все новые независимые государства имеют границы, совпадающие с административными границами союзных республик СССР. То бишь Карабах в границах Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Мы не знали о том, что такое объявление готовится, и когда оно прозвучало, мы сделали вывод, о котором сообщили в Баку и в Азербайджан, что вопрос о статусе Карабаха закрыт. Закрыт лично, например, министром Армении. И вот там-то как раз Макрон был, поэтому кто какую роль сыграл, ну, не могу сейчас больше фантазировать, но то, что хотят наши западные коллеги, чтобы только на их территории был подписан мирный договор, это факт. То, что Азербайджан готов его подписать на российской территории, где, собственно, и начинались усилия по прекращению конфликта и по выстраиванию всей системы взаимодействия, по урегулированию всех вопросов, это тоже факт. Насколько к этому готов Ереван, мне неизвестно. Хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу.